Народ, всем салют! Хочу вам рассказать о том, как же здесь, во Вьетнаме, находиться в долгую. То есть, как здесь русские живут месяцами, годами. Значит, у нас есть два варианта въезда во Вьетнам. Первый, это самый незамороченный, это штамп на 45 дней. То есть, вы просто пролетаете в страну, даете на границу загранпаспорт, и вам в него ставят штамп на 45 дней. Такая история доступна для российского гражданина. Если нам этого времени мало, то тогда мы запускаем вариант номер два. Еще находясь в России, мы подаем заявку на специальном сайте на так называемую e-визу. То есть, электронная виза на 90 дней. Стоит она 25 долларов, подается на специальном сайте, оформляется, оплачивается, и через 3-5 рабочих дней вы получаете эту самую визу. И уже по влету во Вьетнам вам паспорт ставят в штамп на 90 дней. Народ, если вы заморачиваетесь с электронной визой во Вьетнам, и у вас что-то не получается, или вам что-то непонятно, вы можете смело обратиться за помощью ко мне. Я вам смогу и заполнить анкету на электронную визу во Вьетнаме, и самое главное, я вам смогу осуществить ее оплату. Потому как оплатить визу получится только иностранной картой, и никак иначе. Все ссылочки на меня в описании к этому видео. Что делать, когда эти сроки, уже время пребывания в стране заканчиваются? Нам необходимо осуществить так называемый визарант. Что это такое? Это выезд на специально оборудованном автобусе, лежачем, спальном, вот, с телевизором, с Wi-Fi на границу с ближайшим государством. Самая популярная история здесь, это выезды в Лаос и Камбоджо. Это все зависит от того, в каком городе Вьетнама вы находитесь. Итак, в назначенный день вы на этом автобусе выдвигаетесь на границу, например, с Лаосом. Вас довозят до КПП, высаживают, вы пешком пересекаете границу Вьетнама, затем пересекаете границу Лаоса, разворачиваетесь в обратную сторону, то же самое, еще раз пересекаете границу с Лаосом, ходите пешком опять во Вьетнам, и вам вновь ставят штамп на 45 дней. То есть, грубо говоря, раз в 45 дней нам нужно осуществить вот этот так называемый визарант. Эта история здесь организована на максимально комфортном уровне. Стоит эта услуга, если в российские рубли 4500 рублей на одного человека. То есть, раз в 45 дней такие вот затраты на одного человека, чтобы вы вновь обнулили 45-дневный срок пребывания во Вьетнаме. Большинство россиян пользуются именно вот таким вот способом временахождения постоянного во Вьетнаме. Но есть другие варианты. Если, так скажем, финансовая история позволяет, то можно по истечению срока пребывания во Вьетнаме купить билеты в любое ближайшее государство. Это может быть Таиланд, это может быть Индонезия со своим сказочным Бали. Вот. Мы улетаем туда примерно где-то, ну, 7-10 дней. То за это время нам нужно там осуществить. По прилету в другую страну мы сразу же подаем заявку на электронную визу на 90 дней. Повторюсь, она делается где-то 3-5 рабочих дней. По получению ответа на эту визу вы вновь возвращаетесь на территорию Вьетнама и уже теперь на 90. Но эта история, она по финансам гораздо затратнее. То есть, если, грубо говоря, без аран на автобусе в Лаос вам обойдется в 4,5 тысячи рублей раз в 45 дней, то выезд, например, в соседний Таиланд, который вам нужно будет осуществить раз в 90 дней, будет стоить вам где-то около 30-40 тысяч рублей. Поэтому, конечно же, выгоднее каждые 45 дней выезжать и вопрос закрывать. Поэтому вот таким вот способом здесь люди находятся годами. Лично я со своей семьей въехал на 90 дней по электронной визе и по ее истечению мы планируем заранее организовывать выезд в Лаос на визарам, который уже нам позволит вновь на 45 дней вернуться во Вьетнам. Ну, как-то вот так. То есть, хочешь находиться круглый год под солнышком, в тепле, приходится вот раз в 45 дней такую историю организовывать. Но, я думаю, это не геморрой. Вам всем удачи! Пока-пока! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok